Уважаемые коллеги, добрый день. В продолжение нашего сегодняшнего дня только что Константин Михайлович подробно обсудил патофизиологию, повреждения легких при COVID-19. Конечно, здесь очень много спорных моментов, мы мало еще об этом заболевании знаем, но тем не менее уже опыт весны, начало лета показал, что пусть небольшой процент пациентов, но тем не менее тяжелых реанимационных пациентов нам удается спасти. К сожалению, летальность в этой группе пациентов, особенно находящихся на ИВЛ, крайне высока, но тем не менее мы спасаем определенный процент пациентов и возникает вопрос реабилитации этих пациентов. И несмотря на то, что название лекции «респираторная реабилитация», понятно, что говорить мы будем о ранней реабилитации в целом, поскольку реабилитация не может заключаться только в респираторной реабилитации, это целый комплекс. И говорю я об этом, учитывая еще и специфику той организации, которую я представляю, которая называется Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии. И в мирное время нашей спецификой всегда была ранняя нейрореабилитация пациентов нейрореанимационного профиля, то есть пациентов с тяжелым повреждением головного мозга. Но так получилось, что в условиях пандемии COVID-19 нам пришлось поработать и с пациентами, перенесшими COVID. И, наверное, эта история повторится и сейчас, во втором полугодии. Мы принимали участие в написании определенных рекомендаций по этому вопросу. Эта тема, к сожалению, пока что очень бедна на какие-то доказательные данные. И, в общем-то, все исследования, которые есть по этой теме, они выполнены на очень небольшой выборке. Здесь вы не увидите конкретных рекомендаций, алгоритмов, как, например, мы можем предлагать по сердечно-легочной реанимации. Пока что идет накопление материала, но, тем не менее, есть определенные такие референсные документы, на которые можно ссылаться. Это уже рекомендации, о которых все знают, о которых много раз здесь говорили. Это временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. И сейчас уже недавно версия 8.1 даже вышла с некоторыми поправками в отношении фавиперавира. И здесь раздел есть 5.9 по медицинской реабилитации при оказании специализированной медицинской помощи. Нас, конечно же, интересует реабилитация в отделениях реанимации и интенсивной терапии. И, в принципе, почему мы на школе анестезиологов-реаниматологов говорим о реабилитации? Говорим потому, что существует большая доказательная база. Это очевидно, что реабилитацию после любых критических состояний нужно начинать как можно раньше. И у пациентов с COVID в том числе нужно начинать по мере возможности с учетом показаний и противопоказаний уже в отделении реанимации. Это позволяет улучшить исходы, это позволяет улучшить так называемый реабилитационный потенциал. Хоть это то, что показатель несколько абстрактный, неизмеряемый, но тем не менее это то, на что мы ориентируемся. Наши рекомендации Федерации анестезиологов-реаниматологов, ну в них чуть меньше, конечно, разделов посвящено реабилитации. Есть специфические рекомендации Союза реабилитологов России, которые, если вас интересует, там подробно изложены все этапы медицинской реабилитации пациентов, в том числе и этап реанимационный. И все наши рекомендации анестезиолога-реанимационные, они синхронизированы с коллегами Союза реабилитологов России. И для тех, кто хотел бы более подробно погрузиться в эту тему, вот в нашем журнале физическая реабилитационная медицина, очень хороший обзор на эту тему, который, кстати говоря, включает раздел, который не вошел в методические рекомендации Министерства здравоохранения, но раздел крайне важный о том, что когда мы говорим о реабилитации при ковид, нужно думать не только о пациентах, но и о медицинских работниках. И вот мероприятия по оздоровлению и восстановлению работоспособности сотрудников медицинских организаций, это немаловажно, поскольку это экстремальные условия, это очень высокая интенсивность работы, психологическое воздействие, риски инфекции и так далее. Ну и важный тоже пункт для тех, кто этим интересуется более подробно, вот это продукт такой большой совместной работы реабилитологов и анестезиологов-реаниматологов в том числе, это новый порядок организации медицинской реабилитации взрослых, где определенные важные пункты описаны о том, что реабилитация, так называемый первый этап медицинской реабилитации, то есть реабилитация в условиях отделения реанимации, она организована должна быть в формате междисциплинарных бригад, мультидисциплинарных бригад и лидером этой мультидисциплинарной бригады, которые включают в себя разных врачей, неврологов, логопедов, специалистов по физической реабилитации. Но если реабилитация проходит в условиях отделения реанимации, то лидером этой междисциплинарной бригады является врач-анестезиолог-реаниматолог. То есть все реабилитационные мероприятия, которые проводятся в условиях отделения реанимации, они координируются с лечащим врачом, с врачом-анестезиологом-реаниматологом. Это применимо и к условиям COVID-19 в том числе. Если говорить о какой-то международной доказательной базе, есть ресурс, который можно отслеживать регулярно, который посвящен реабилитации при COVID-19. Кохрановская библиотека пытается некоторым образом систематизировать ресурсы по этой проблеме. Но опять же все ресурсы международные, европейские, американские, которые есть по этой теме. Это рекомендации, это какие-то утверждения. Пока что недостаточно доказательная база, но тем не менее в Кохрановской библиотеке есть такой, так называемый, динамичный обзор, систематический обзор, который постоянно дополняется новыми данными. И это, наверное, то доказательное, что есть сейчас. И статистика также крайне разнится. И я не берусь говорить, что то, что на этом слайде это какие-то универсальные цифры, но примерно мы понимаем, что около 10-15% пациентов с COVID-19 это крайне тяжелое течение. Они требуют проведения искусственной вентиляции легких, к сожалению, в течение длительного времени. Если мы говорим о проведении экстракорпоральной мембранной оксигенации, а в ряде стационаров у нас есть такая возможность, то это, естественно, не менее трех недель. Это затем продленная искусственная вентиляция легких. Это, к сожалению, крайне высокая летальность. Но, тем не менее, определенный небольшой процент пациентов, реанимационных пациентов, оценочно по Москве, это от 14 до 17% пациентов, они все-таки выживают благодаря нашим совместным усилиям и нуждаются в длительной и многокомпонентной реабилитации, которую необходимо начинать уже в условиях отделения реанимации. Все это известная концепция, которая, в общем-то, не является новой в анестезиологии и реаниматологии. Она описана в наших клинических рекомендациях Федерации анестезиологов, то, что называется в мире и у нас Пит-синдром, то есть совокупность соматических, неврологических и социально-психологических последствий пребывания в условиях отделения реанимации. Это целый комплекс, патогенез которого ясен, это когнитивные, психиатрические, вегетативные осложнения, комплекс нейромышечных осложнений, легочные изменения физического статуса. Мы все с вами знаем, что даже короткий период перенесенного критического состояния оказывает крайне выраженное воздействие на как физическое, так и психологическое состояние пациента. И это комплекс, комплекс метаболических мероприятий, мобилизации когнитивной нейропсихологической реабилитации, социализации пациента. То есть целый-целый комплекс, который подробно описан. Я не хотел бы останавливаться на известных вещах. И понятно, что есть определенные фазы, которые применимы к пациентам с COVID-19. Острейший период мы не трогаем. Естественно, все мероприятия реабилитации в условиях отделения реанимации можно начинать после стабилизации состояния пациента. Но уже в острой фазе это вполне возможно. Это доказано современными исследованиями. Конечно, некоторые аналогии мы проводим все время COVID-19 и острого респираторного дистресс-синдрома. Здесь можно спорить, называть это ОРДС или не называть. Я думаю, что пока однозначного ответа ни у кого нет. Это покажут исследования в будущем. Но тем не менее мы знаем, что у пациентов, перенесших, пациентов в критическом состоянии, перенесших ОРДС, перенесших искусственную вентиляцию легких, у них, конечно же, есть выраженные физические нарушения, снижение мышечной силы, полинейромиопатии, критических состояний. И что характерно для всех тяжелых пациентов, перенесших критическое состояние, сепсис, ОРДС, это очень выраженные психоэмоциональные нарушения, нарушение ритма сна, бодрствования, депрессивные расстройства, тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство. Это то, что необходимо принимать во внимание, потому что зачастую это то, на что они жалуются даже больше, чем снижение, например, мышечной силы или полинейромиопатии. Естественно, снижается физическая активность и функциональная автономность. И эти пациенты, это доказано на выборке пациентов с ОРДС, они требуют все-таки особых подходов. И стандартные комплексы реабилитационные у них не настолько эффективны, и поэтому и изучение в этом направлении, конечно же, и научное исследование необходимо продолжать. Некоторые данные на эту тему появляются. Здесь такая очень показательная иллюстрация того, что происходит у пациентов, перенесших ковид, перенесших реанимационный этап. Если мы возьмем различные показатели у пациентов, у здоровых людей и пациентов, перенесших реанимационный период и выписанных, вы видите, насколько снижаются физические функции, функции социальной адаптации, нарушение ритма сна и бодрствования, хронические болевые синдромы. Это проблема, которая также актуальна в этой категории пациентов. То есть это целый комплекс. И то, что мы делаем в условиях отделения реанимации, это самое начало длительного пути реабилитации, но если этот начальный этап мы не организуем правильно, то, естественно, и исходы будут значительно хуже в дальнейшем. Усталость, одышка, вот еще одно исследование на эту же тему, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессивные эпизоды, болевые синдромы, дисфагия, то последствие, которое тоже в значительной степени распространено, и оно крайне затрудняет процесс реабилитации, процесс перевода пациентов на самостоятельное дыхание, требует отдельных реабилитационных мероприятий. И вот я специально оставил это как раз кохрановский ресурс, на английском языке эту фразу, вы видите, что доказательных данных практически нет на настоящее время, и то, что есть, это крайне, конечно же, крайне низкий уровень доказательности. Ну, понятно, что здесь нужно время определенное, думаю, к концу года уже что-то более понятным станет. Итак, еще раз, мы имеем пациентов, которые длительно находятся в отделении реанимации, помимо самого ковида, его патофизиологии, цитокиновый шторм, наши медицинские воздействия, длительное ИВЛ, инфекционные осложнения, которые неизбежно присоединяются, это классические, чаще всего, инфекции легких, уроинфекции, состояние гиперметаболизма, гиперкатаболизма, последствия длительной иммобилизации. Вот тот комплекс, который мы получаем в этой категории пациентов, и мы знаем, что реабилитацию нужно начинать как можно раньше, есть много доказательств на эту тему, доказательств, причем, даже достаточно хорошего уровня, на уровне систематических обзоров, но есть и указания и в нашей стране, и в мире о том, что, к сожалению, не говоря уже даже о ковиде, но в целом, раннюю реабилитацию, очень тяжело она внедряется в практику отделения реанимации, вот по данным различных источников, например, один из этих источников в журнале Критика ЛК, только 16% отделения реанимации применяют методы ранней реабилитации. Это, конечно, то, и мне кажется, крайне важным, то, что это все сейчас вошло в рекомендации Министерства здравоохранения, по крайней мере, сама идея продвигается, и об этом врачи должны знать, и следующим этапом, конечно, должно стать формирование определенных полноценных, эффективных реабилитационных программ, образовательных программ. Нужно подумать о том, как наши симуляционные центры, и координировать наши усилия, нашу работу в симуляционных центрах с коллегами-реабилитологами, поскольку они тоже очень заинтересованы в использовании наших симуляционных центров для реализации своих образовательных программ. Ну, есть крупные еще рекомендации, на которые стоит сослаться европейского респираторного общества, но они в основном посвящены уже этапу реабилитации амбулаторному, а не реанимационному. Ну, и здесь просто есть такое утверждение о том, что ранняя реабилитация нужна без уже детализации. Что в рекомендациях наших отечественных Министерств здравоохранения отражено, это наша совместная работа нашего центра, Федерации анестезиологов, Союза реабилитологов России. Однозначно указано, что реабилитацию необходимо начинать в условиях отделения реанимации. Вынесено в рекомендации, и это сейчас есть и в порядке оказания проведения реабилитации, что реабилитационные мероприятия в отделениях интенсивной терапии выполняются членами мультидисциплинарной бригады во главе с лечащим врачом, анестезиологом, реаниматологом. Эта бригада достаточно вариабельна. В основном она включает, естественно, врач-анестезиолог, реаниматолог, врач физической реабилитации, логопеды, неврологи и определенные другие категории специалистов. Минимально указана одна бригада на 12 коек. И есть такое специфическое указание о том, что пациентов, которые длительно находятся в условиях отделения реанимации, можно переводить для реабилитации, которые длительно зависят от систем искусственного жизнеобеспечения, например, от ТВЛ, для них можно организовывать и переводить их для дальнейшей реабилитации в специализированные отделения. То, что можно называть отделениями для пациентов в хронических критических состояниях, я не знаю, насколько этот термин прижился или приживется у нас в стране, это такой дословный перевод с английского языка, но, тем не менее, это действительно длительно существующее критическое состояние. Здесь есть некоторая путаница, в которую нам, наверное, не совсем нужно вникать в отношении этапов реабилитации. И второй этап, это этап все-таки вне отделения реанимации, но, тем не менее, в рекомендации Министерства здравоохранения реабилитация пациентов вот в этих специализированных отделениях все же называется вторым этапом реабилитации. Понятно, что есть ссылка на рекомендации Союза реабилитологов России. Есть определенные критерии, когда мы можем начинать реабилитационные мероприятия. Понятно, что мы должны дождаться окончания острого периода заболевания. Мы должны оценивать наличие реабилитационного потенциала, но это крайне абстрактная такая категория, которая пока что не оцифрована в виде каких-либо шкал, но мультидисциплинарная бригада, в составе которой есть анестезиолог, реаниматолог и опытный реабилитолог, вполне в состоянии это сделать. Но это достаточно субъективная характеристика. Возможность транспортировки. И часть пациентов, конечно же, будет длительно находиться на искусственной вентиляции легких. Они будут страдать полиэнерамиопатией, отлучение от ИВЛ, перевод на самостоятельное дыхание будет длительным. Они будут страдать дисфагией. И дисфагия – это отдельная проблема, которая требует определенных этапных подходов к лечению и реабилитации. И поэтому в рекомендации вынесено, что, возможно, реабилитацию таких пациентов, перенесших COVID-19, необходимо проводить в условиях специализированных отделений реанимации для пациентов с хроническими критическими состояниями. Есть определенные критерии, которые мы должны учитывать. Учитывать достаточно творчески. Здесь нет жестких рамок. Один или два критерия должны выполняться. Но понятно, что это наличие продолжительности ИВЛ более 14 дней при стабилизации клинической картины по пневмонии, по дистресс-синдрому, стабилизация параметров ИВЛ, которые мы используем. Наличие признаков системной воспалительной реакции не должно быть противопоказанием к проведению реабилитационных мероприятий. Я об этом скажу чуть дальше. Так же, как и наличие гиперкатаболизма и гиперметаболизма, поскольку этап метаболической реабилитации, грамотная нутритивная поддержка – это важнейший элемент как нашей интенсивной терапии, так и реабилитации. И здесь очень тонкая грань. Ее практически нет между ранней реабилитацией и теми мероприятиями интенсивной терапии, которые мы проводим. Специфический момент, который касается реабилитологов, это использование международной классификации, функционирование, ограничение жизнедеятельности и здоровья. Это то, о чем мы должны знать, как о факте анестезиологи и реаниматологи, но это уже сфера интересов наших коллег-реабилитологов. Это необходимо использовать для правильной формулировки реабилитационных возможностей пациента. Крайне важно, мы все полагаем, что вынесено это и в рекомендации, не считать препятствием, как это было раньше, для проведения реабилитационных мероприятий, наличие каких-то персистирующих инфекционных осложнений. При стабильном состоянии пациента, при стабильных показателях гемодинамики, респираторной функции, совершенно очевидно, что все реанимационные пациенты будут колонизированы, у них будут очаги инфекции в виде пролежней, в виде пневмонии, которые часто рецидивируют. Это большой вопрос изучения факторов, которые приводят к рецидивированию вот этих пневмоний при хронических критических состояниях. У этих пациентов будут, естественно, уроинфекции, которые будет рецидивировать. И если пациент стабилен, а у нас есть все возможности инструментальные, лабораторные для оценки состояния таких пациентов, то реабилитацию не стоит прерывать. Я не буду подробно останавливаться, эту схему уже всем известна. И понятно, что вот эти этапы, алгоритмы, вполне доказанные, перевода пациентов на самостоятельное дыхание, которые находятся в сфере обязанностей анестезиологов и аниматологов, это тоже этапы реабилитации, перевод на самостоятельное дыхание. Здесь есть определенные протоколы. Конечно же, наверное, они каким-то образом модифицируются применительно к COVID-19, поскольку оказалось, что все это значительно сложнее, чем обычную РДС, с которой мы имели дело раньше. Но тем не менее, этапы перевода на самостоятельное дыхание это тоже важный элемент реабилитации. У нас есть все возможности мониторинга. Мы, например, используем у себя и технологии ультразвука легких, пульмовиста, это электроимпедансная томография легких с определенными ограничениями и допусками тоже вполне информативно для оценки участков легких, которые вентилируются. И понятно, что это комплекс нутритивной поддержки. И на эту тему отдельные сейчас рекомендации, кстати говоря, выпущены с нашей ассоциацией по клиническому питанию, по нутритивной поддержке пациентов с COVID-19, респираторная реабилитация, мобилизация. И доказано, но это не доказано пока, что естественно при COVID-19, но транслируется из других критических состояний, из других рекомендаций по ранней реабилитации пациентов в критических состояниях. Не менее 30 минут ежедневно, как минимум 30 минут ежедневно реабилитационные мероприятия в отделении реанимации должны занимать. Отдельное направление это диагностика, что тоже непросто, диагностика и лечение дисфагии. И здесь целый комплекс, здесь работают не только анестезиологи, реаниматологи, но и логопеды. Здесь работают врачи, занимающиеся нутритивной поддержкой, поскольку есть определенные степени выраженности дисфагии. И даже, например, использование средств для энтерального питания, разные степени загущенности в зависимости от степени дисфагии, позволяет в определенной степени оптимизировать состояние этих пациентов. То, что нам всем известно из всех критических состояний, это необходимость соблюдения режима сна, бодрствования, использование глазных масок, берушей, грамотное использование седации. То есть вот эти общие принципы, которые позволяют нам минимизировать негативные последствия пребывания в отделении реанимации, позиционирования, ранняя мобилизация. Возможно, когда пациент еще находится на аппарате ИВЛ, использовать антигравитационное позиционирование. Ну, это рекомендация, которую, наверное, никто так в практике и не будет делать, положение с опущенным головным концом, но она вот, наш союз реабилитологов, ее тоже выносит отдельно, видимо, это что-то, что используется достаточно активно в реабилитологии, но вряд ли в условиях отделения реанимации. Если пациент уже переведен на самостоятельное дыхание, естественно, это максимально рекомендовано максимально длительное пребывание на уровне гравитационного градиента, наклоны в дренажное положение, определенные физиотерапевтические процедуры, использование электростимуляции диафрагмы, различных вариантов ПДКВ. И пока что вы не увидите конкретных алгоритмов, конкретных рекомендаций. Мы пробуем и используем различные алгоритмы, целый комплекс различных методик. Здесь важна еще маршрутизация этих пациентов, и по-разному это распределено. В нашем центре поступали такие пациенты, перенесшие COVID-19, которые были формально COVID-отрицательными, поскольку ПЦР из верхних дыхательных путей было у них отрицательным, но понятно, что отрицательное ПЦР из носоглотки ни о чем не говорит, мы не знаем и не изучаем, что у них происходит непосредственно в самих легких. Вот наши итальянские коллеги, например, из Милана, где был, собственно, один из очагов, они все-таки маршрутизировали этих пациентов и начинали реабилитацию в условиях отделения реанимации, и у них была некоторая такая карантинная зона, уже пациент, не требовавший респираторной поддержки, но тем не менее положительный мазок, и они старались ограничивать там пребывание, непосредственно физический контакт медицинских работников с этими пациентами, хотя в условиях нашего центра, например, хоть мы и получали пациентов с отрицательными мазками, и формально они были ковид-отрицательными, тем не менее, весь персонал работал в полной защите, поскольку мы все осознаем возможные риски и крайнюю неизученность этой проблемы. Здесь весьма важна такая технология, как дистанционная технология, телемедицина, то, что, по крайней мере, в Москве сейчас очень активно реализовано, и вот уже к осени нынешней, поскольку весной это все только организовалось, но сейчас осенью телемедицинские консультации для всех амбулаторных пациентов, это в том числе и по реабилитации, они активно внедрены, используются, это все вполне эффективно работает. Опять же, о вопросах безопасности. Много этих работ вирусологических, но у нас есть данные, например, ретроспективного исследования пациентов, перенесших COVID-19 и выборка в Ухане, в Китае, и мы видим, что как у выживших, так и у умерших многие симптомы уходят достаточно рано, но выделение РНК-вируса, оно все время продолжается. У них вот было до 22 дня они смотрели этих пациентов, и все это время пациенты выделяют РНК, то есть они потенциально могут быть эпидемиологически опасными. И поэтому мы должны помнить о безопасности при проведении реабилитационных мероприятий. И, наверное, целесообразно у пациентов целесообразно использовать средства защиты и, понятно, не использовать те реабилитационные методики, которые сопровождаются генерацией аэрозоля, которые высокоэффективны в рамках респираторной реабилитации, но мы ограничены в их использовании у этой категории пациентов различные вибрационные методики, форсированные выдохи, прерывистое дыхание и прочие технологии. И мы не должны забывать о том, что то, что мы делаем в рамках реабилитации, пока что крайне осторожно нужно к этому подходить, потому что мы не знаем и границы оптимальные для начала реабилитационных мероприятий. Пока что есть только общие рекомендации, что мы можем это начинать при стабилизации состояния пациента, но насколько безопасно то, что мы делаем и оптимальные сроки, продолжительность оптимальный набор реабилитационных мероприятий. Это то, что нам, конечно же, предстоит изучить. Есть совершенно четкие определенные понятные стоп-сигналы для проведения реабилитационных мероприятий. Это повышение температуры тела, нарастание одышки, то есть декомпенсация дыхательной недостаточности. Это гемодинамическая дестабилизация, появление аритмий, понятные для анестезиологов, реаниматологов критерии. Это то, что есть у нас сейчас в рекомендациях. Я думаю, что большая перспектива у нас существует и научная. Это то, о чем я не могу не сказать, поскольку являюсь представителем все-таки фундаментального научного учреждения. Я думаю, что наши реабилитационные мероприятия мы будем изучать, внедрять эти алгоритмы, но и стараться внедрять в практику те фундаментальные исследования, которые у нас есть, например, работы по органопротекции при критических состояниях с помощью ксенона, лития. Это то, что позволит в остром периоде стабилизировать состояние пациентов и, конечно же, поможет в определенной степени и в проведении реабилитационных мероприятий у них. Я напоминаю, что у нас в центре функционирует дистанционный консультативный центр, который достаточно активно работал весной, и коллеги из Петрозаводска активно консультировали пациентов в нем, и мы продолжим эту работу, ну и завершая, приглашаю всех на нашу конференцию жизнеобеспечения при критических состояниях. К сожалению, она пройдет дистанционно, но тем не менее, я надеюсь, что аудитория будет не меньше, скорее всего, даже больше, чем обычно. Благодарю за внимание. Сэкономил. Огромное спасибо, Артем Николаевич. Вам поступили вопросы от Ольги Сергеевны Носовой. Спасибо за интересную лекцию. Как лечить миопатию, вызванную приемом глюкокортикостероидов, и приостановить катаболизм? Ну, приостановить катаболизм. Здесь основное это грамотная нутритивная поддержка, которую мы должны начинать как можно раньше. У нас в центре для этого существует отдельная группа, но она называется лаборатория метаболизма. Отдельная группа специалистов, в первую очередь анестезиологов, реаниматологов, во главе с всем известным Александром Ефимовичем Шестопаловым, который этой проблемой занимается. Здесь известные технологии, известные алгоритмы, просто это нужно грамотно и вовремя применять. А в отношении миопатии также известные вещи, особых подходов при ковид пока что не разработаны. Это методики ранней мобилизации. То, что позволяет эффективно профилактировать развитие полинейромиопатии, это ранняя мобилизация пациентов. Виктор Иванович Воронов благодарит вас за интересную лекцию и спрашивает, имеются ли какие-либо сообщения о психоневрологических нарушениях, тяжелая остыня, депрессия, снижение самообслуживания до уровня беспомощности у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию в амбулаторных условиях. Как я уже показывал в своих слайдах, имеются эти сообщения, но я остановился в первую очередь на пациентах, которые находились в условиях отделения реанимации, и у них значительно распространены различные психоневрологические последствия, но и у амбулаторных пациентов тоже. Процент распространенности несколько ниже, но тем не менее соотношение практически тоже. Пациенты значительно больше обращают внимание, в том числе перенесшие инфекцию на амбулаторном этапе, значительно больше обращают внимание именно на эти психоневрологические последствия, чем даже на физические, потому что, видимо, переносить это крайне тяжело. Нарушение ритма сна, бодрствования, хронические болевые синдромы, это и у амбулаторных пациентов тоже развивается. Отдаленных последствий мы пока, к сожалению, не знаем. Я так понял, у Анатолия Ильича какой-то вопрос есть. Артем Николаевич, скажите, пожалуйста, состав реабилитационной бригады, вы сказали на 12 пациентов, а состав какой? Это круглосуточное дежурство реабилитационной бригады или нет? Это дневные обычно дежурства, по порядку это не круглосуточное дежурство, и у нас они организованы тоже как дневная работа, по порядку оказания реабилитационной помощи это одна мультидисциплинарная бригада на 12 коек, руководит этой бригадой врач-анестезиолог, реаниматолог, обязательно есть врач-невролог, врач-логопед, врач, они по-разному называются, врач, занимающийся физической реабилитацией, врач-реабилитолог, и могут быть другие специалисты, инструкторы, массажисты, но в нашем центре, учитывая его специфику, конечно же, этих бригад чуть больше, их обычно одна бригада на три, реже одна бригада на шесть коек, универсальные рекомендации одна на 12. сомнение, что она не справится, потому что их надо гораздо больше, и надо, чтобы они круглосуточно работали, потому что пауля врач, больной, и прочие другие вещи. Это то, что вынесено в порядок. критерии, какие у вас отработаны критерии, когда нужно переходить на реабилитацию? Критерии, они отработаны, и они вынесены и в наши рекомендации Министерства здравоохранения, это фактически стабилизация состояния пациента, гемодинамическая стабилизация, стабилизация по дыхательной недостаточности, когда мы... они же находятся на респираторной поддержке длительной. Да, ну, когда мы не видим ухудшения по параметрам ЭВЛ, когда мы видим, что мы готовы снижать респираторную поддержку в определенной степени, начинать переход к самостоятельному дыханию, когда мы не видим нарастания лабораторных маркеров. А не считаете ли вы, что она должна быть с самого начала, но объем разный должен быть, потому что есть зависимость от состояния функционального, потому что они тяжелые и всегда она нарушена. Поэтому надо подходить, может, просто менять объем реабилитации, но ее надо начинать с первого дня после, например. Совершенно верно. Чем раньше, тем лучше. И здесь нет универсальных рецептов и нет пока поэтапного алгоритма, но по возможности чем раньше, тем лучше. Конечно, да. Я с вами согласен, потому что это основное, можно сказать, решение, особенно если пожилых. Да. И теперь не считаете ли вы, что пульмогизм это недостаточно качественное выполнение этого устройства, потому что оно только оценивает вентиляцию, но не оценивает соотношение вентиляции и кровоток. Я абсолютно с вами согласен. Я показал этот прибор в качестве примера одной из технологий, которую мы у себя в центре используем, но это чувствительность и специфичность его крайне низки. Только в комплексе с другими можно использовать и, конечно, это не самая оптимальная методика оценки. Я бы предпочел лучевые методы, ультразвук, это сейчас то, что проще. Лучше, конечно, оценивается как соотношение не только оценивающего вентиляции, а микровоток. Конечно, да. Спасибо. Очень хорошая лекция и очень нужная. Спасибо. Потому что реабилитация еще недостаточно.